Видела Сталина, танцевала вальс с Иркасовским, спасала солдат в Великую Отечественную. Нине Бубнова исполнилось 102. Чем запомнился пенсионерке единственный в истории СССР маршал двух стран и в чем секрет долголетия Ярославной узнал мой коллега Алексей Машков. Нина Васильевна Бубнова, коренная Ярославна, детство и юность прошли в Тверицах. До войны работала на Североходе, а в 19 лет добровольно ушла на фронт. Готовила еду на весь полк и тут же помогала санитаркам перевязывать раненых бойцов. Истории Великой Отечественной рассказывать не любит, но с большим теплом вспоминает маршала Рокоссовского. Он часто подшучивал над ней и ласково называл крошечка-хаврошечка из-за ее маленького роста. Он как раз приехал и говорит, пошли-ка потанцуем. Я говорю, да куда я такая махенькая, ничего была. Вот с ним потанцевали и баль. А он такой добрый. День Победы Нина Бубнова встретила в Берлине. После войны вернулась в родной Ярославль. 30 лет проработала в инфекционной больнице. Первый раз замуж вышла в 50 лет. Возможно, это и послужило секретом долголетия. Шутя, говорят родственники, меньше забот и хлопот. А еще вспоминают, что путешествия были неотъемлемой частью жизни Нины Васильевны. Она все время куда-то ездила. Вот ездила. Вот она все по золотому. Ярославль весь рыбец. И раз вот она вот поездила. Она любила путешествовать. Везде такая она шустрая, быкая. Везде быстро соберется. Ага, все, я уезжаю. Мы глаза откроем, куда едет, не знаю. 102 года Нина Бубнова решила отметить по-семейному скромно. И никаких застолий за всю жизнь ни капли спиртного. Все мы от души пожелаем ей здоровья, здоровья и тепла близких. Ее очень любит ее семья. Они отмечают ее день рождения. И чувствуется, что о них говорят с огромной теплотой. Таких сторожевых ветеранов, как Нина Бубнова, в Держинском районе осталось всего 15 человек. Они прошли через все ужасы войны и мечтают только об одном – мирном небе над головой. Алексей Машков, Василий Мосин. Главные телевизионные новости.